16 октября Химический институт имени Бутлерова Казанского университета возглавил Иван Стойков. С новой должностью его поздравил ректор вуза Ильшат Гафуров. Ранее пост директора в течение многих лет возглавлял Владимир Галкин, который по личному решению снял с себя полномочия главы института. Я благодарен вообще всему руководству института, заведующим кайферами, да и вообще всему коллективу, потому что все вопросы мы всегда очень легко решали консенсусно. Не было никаких трений, никаких проблем. И я считаю, что такая же атмосфера безусловно сохранится и при новом директоре. Так сказать, прошу его всячески поддерживать. Теперь Владимир Галкин возглавит кафедру высокомолекулярных и элементов органических соединений Химического института Казанского университета. А пост директора заменит его коллега, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Иван Стойков. Я занимаюсь научной деятельностью, профессор. То есть преподаю и занимаюсь научной деятельностью. То есть руковожу научными исследованиями, работой аспирантов, магистрантов, специалистов. Люблю читать лекции студентам, чтобы заинтересовать их химией и современным направлением химии. Поэтому предложение руководства университета занять такую должность для меня было, честно скажу, неожиданным. Иван Стойков знаком с Казанским университетом еще со школы. Две его учительницы по химии были выпускницами Химического института КГУ. И, по словам нового директора, они повлияли на его дальнейший выбор. Он поступил на химфак в 1989 году. Есть школьник, потом студент, аспирант, научный сотрудник, профессор. Вот все это, то есть эти все этапы я прошел на химическом факультете. И я этим горжусь. К слову, назначая нового директора, Ильшат Гафоров подчеркнул, что необходимо сделать акцент на динамике развития химического института. Благодаря его исследованиям, Казанский университет является одним из лидеров в данном направлении. На вас сложится огромная ответственность как за организацию, как образовательную деятельность. А вы знаете, что в начале следующего года мы должны пройти процесс аккредитации. В то же время организовать новое научное направление и оказывать всемирную помощь всем своим коллегам. Молодежь должна понять, что химия наиболее близка к магии. То есть превращение, но не превращение виртуальное, а превращение веществ, соединений. И очень большой потенциал, как технологический, так и научный. И поэтому химия за химией будущее. И вот это нужно донести до современного поколения. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюс.